Друзья, всем большой привет! Сегодня мы продолжаем рассматривать американские танки Абрамс. На моём канале уже записано несколько интересных роликов про них, ссылки вы найдёте в конце данного видео. Ну а теперь мы поговорим немного про применение Абрамсов в Ираке. В частности, рассмотрим случай, когда Абрамс удалось уничтожить при помощи советского крупнокалиберного пулемёта ДШК. Признаться, поначалу я подумал, что данная история является патриотической байкой. Но поиски привели меня к оригинальным американским отчётам по итогам боёв. И в них прямым текстом пишется, мол, так и так, действительно, танк оказался уничтожен в результате попадания из ДШК. Конечно, возникает резонный вопрос, как такую махину уничтожил пулемёт. Тем более, что американцы постоянно нахваливали бронирование Абрамса. Но ситуация получилась уникальной. Мне удалось найти интервью с непосредственным участником тех событий – полковником Дэвидом Перкинсом. По его словам, 3 апреля 2003 года 2-я бригада 3-й пехотной дивизии США вела наступление. Головной танк вёл активный бой с иракской пехотой, в результате чего и зарасходовал весь боезапас спаренного пулемёта. После чего командир танка принимает решение вести огонь из зенитного пулемёта. При этом он дважды получает ранение в руку. Ситуация обостряется, поскольку есть риск быть подбитым из РПГ. Но опасность возникла там, откуда её никто не ждал. В своих отчётах американцы отмечали, что размещение экипажем личного имущества и ЗИПа на корме башни создаёт прямую угрозу для танка. Дело в том, что в иракских боях принимали участие Абрамсы, у которых вспомогательная силовая установка размещена на корме башни. Она предназначается для экономии топлива. В то время как основной двигатель выключен, ВСУ снабжает электроэнергией основные системы танка. Так вот, неизвестно какой гений решил разместить ВСУ на корме башни танка. С левой стороны, среди солдатского барахла и прочих легко воспламеняющихся предметов. Конечно, силовая установка защищена от мелких осколков и пуль. Но у старины ДШК на этот счёт были свои планы. Попадание из пулемёта привело к возгоранию ВСУ. После чего огонь перекинулся на пулемётные ленты на корме башни. В это время экипаж танка, стоявшего позади, уже сообщал по рации, что танк горит и надо остановиться. Но ведущий Абрамс и не подумывал останавливаться, продолжая наступление. В конечном счёте, огонь добирается до моторно-трансмиссионного отделения, в результате чего загорается уже основной двигатель, и танк полностью выгорает. Правда, перед этим экипаж успел эвакуироваться. Таким образом, обстрел из ДШК привёл к безвозвратной потере танка. В американских отчётах отмечается, что это не единственный случай, когда Абрамсы были уничтожены из-за воспламенения ВСУ. Проблема была довольно серьёзной, и её удалось решить только в следующих модификациях. Сначала ВСУ заменили дополнительными аккумуляторными батареями, а в последних модификациях её разместили в броневом кожухе на корме танка.